Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Андрей Чуев и Марина Африкантова снова собираются подавать заявление в ЗАГС. Об этом он заявил во время видеотрансляции. Андрей не назвал точную дату свадьбы, но по его словам это произойдет скоро. Напомним, в прошлом году Андрей уже устроил одну свадьбу с Мариной, на которой он опозорил девушку. В самый ответственный момент он сказал нет. По его словам он так проучил Африкантову, так что вполне вероятно, что и на этот раз Чуев готовит что-то подобное. Ваня Барзиков привез участницам проекта целый чемодан косметики из Таиланда. Девушки счастливы. У Вани свой интернет-магазин тайской косметики, который он открыл, когда жил в Таиланде до прихода на проект. Дима Дмитренко рассказал о развитии своих отношений с Олей Райской. Каждый день с ней созваниваемся, списываемся. Также она подала документы на загранпаспорт. У нас в планах полететь на Сейшелы. Оля Рапунцель не теряет момента, пока нет Ольги. Она хочет вывести меня на чистую воду, делает для меня различные романтики. Флиртует со мной, пытается меня зацепить. Но, увы, ее чарам я не подвластен больше. Я жду Ольгу Райскую. Новая пассия Андрея Черкасова Стелла Мунасыпова пока живет в женской спальне. Заселяться с Андреем она не спешит. Сейчас у них конфетно-букетный период. Стелла призналась Владу Кадони, что рассматривает Андрея в качестве будущего мужа и видит его отцом своих детей. В планах девушки только серьезные отношения и впоследствии совместный уход с проектом. Оля Жемчугова все-таки решилась на пластическую операцию по увеличению груди. Ранее девушка жаловалась на то, что после рождения сына и кормления грудью, ее некогда красивая и немаленькая грудь совершенно потеряла свою красоту. Оля пишет, я делаю грудь не для Глеба, а для себя. В первую очередь, она должна нравиться мне. Она будет небольшая, примерно второй размер. Оля чувствует себя хорошо и уже возвращается из клиники на поляну. Информация о том, что бывшая жена Андрея Чуева, Таня Киозер, поссорилась со своим богатым сожителем Виссамом и останется на проекте, оказалась неправдой. Таня опровергла эти слухи и выложила свежий снимок с ним. «Самое главное, что мы любим друг друга. Будьте счастливы», подписала она это фото. Недавно в Севастополе прошел кастинг и набор участников в проект Дом-2. По словам очевидца, на кастинг, который устроил Рустам Колганов, пришло всего два человека, да и те не особо стремились оказаться в числе участников. Это объясняет нежелание молодежи идти на проект, где много пошлости. С каждым месяцем набирать новых участников организаторам проекта приходится все тяжелее. И на фоне падающих рейтингов в телевизионной среде все чаще поговоривают о том, что скоро проект закроют. Ксения Бородина выложила фотографию с роскошным букетом. Фанаты Бородиной надеются, что цветы от ее мужа Курбана. Ведь в сети уже долгое время ходят тревожные слухи о том, что пара рассталась. Поклонники комментируют фотографию. «Миритесь, ребята, вы хорошая пара, любящая. Вы заботитесь друг о друге и о своих детях. Такие семьи не должны распадаться». Наталья Бичан исполнила свою мечту. Вместе с другом она открыла частную музыкальную школу для взрослых и детей на Рублевке. «Мечта идиота» наконец-то сбылась, написала она. Вести занятия будут популярные люди, участница шоу «Голос», солистка группы «Ранетки», актриса из сериала «Папины дочки» и другие. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!